Первое выступление... С предновогодним настроением приветствую вас вместе с проектом Pride, наши в Москве. Сегодня нас ждет встреча с нашими давними и приятными знакомыми. Совсем скоро должны уже ребята подойти. Вот как раз сообщение. Встречаемся у елки. Пойдемте. Привет, ребята. Ну как вы? Очередная встреча в рамках проекта Pride, наши. Встреча не с одним героем, а сразу с тремя. Группа «Джигитс» – наши давние знакомые. И сегодня мы узнаем, как складывается их московская жизнь и работа. А где остальные? Остальные пути. Москва – дело такое. Дело такое. Второе годы пути. Встреча была назначена в сердце московской предновогодней кутерьмы возле елки, мимо которой пройти тут просто невозможно. О, привет. Привет. Ты не рад нас видеть? Да, я очень рад. Смотри, почти все уже в сборе. Вы уже узнали, ребят, понятное дело, это «Джигитс». Сегодня будем гулять, петь, тусоваться. Поздравлять с наступающим Новым годом. «Джигитс» – казахстанский бойс-бенд, в состав которого входят Равиль Исаков, Алишерий Гембердиев и Батржан Тазабеков. Этот бойс-бенд был создан как продюсерский проект лидера группы «А-студио» Байгали Серкибаева. Продюсерами группы являются основатель и лидер группы «А-студио» Байгали Серкибаев и казахстанский композитор Ренат Гайсин. Команда была основана в 2011 году в рамках проекта «Жилда Злар Фабрика Сэн». Первым названием коллектива была «Матезалка Бойс». В состав команды входили Равиль Исаков, Алишерий Гембердиев и Али Окапов. Однако из-за отказа Окапова на конкурс «Новая волна-2012» ребята поехали дуэтом – Алишер и Равиль. Тем не менее, троица вскоре была восполнена другим артистом. Там же в Юрмале с сольным номером выступал еще один участник «Фабрики звезд» Батржан Тазабеков, который принял приглашение в коллектив. Дебютным синглом группы стала песня «Кунди Рай», выпущенная в 2014 году. «Московская суета и гигантские расстояния преодолены» и мы собрались вместе, чтобы спеть, рассказать, повеселиться, словом, сделать все, в чем так сильны наши земляки «Де Джигитс». Мы в предновогоднем Москве с самыми веселыми. Какая красивая елка. Да, с самым зажигательным бойсбендом. Не очень зажигательным. Средний поджигательный. При зажигательном. У нас средняя зажигательность. А по какой шкале определяется? По шкале Рихтера. Хорошо, по шкале Рихтера у вас. Если брать от нуля до десяти, у вас зажигательность сколько? Семь и девять. Семь и девять, отлично. По-моему, это очень даже хорошо. Судя по красному носу, ты ехал на метро. Я шел, я отдыхался на санях. Да, на санях с оленей, да. Ну, по такому поводу, давайте сразу либо в лесу родилась елочка споем, либо джингл-белл. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная зеленая была. И вот она нарядная, на праздник нам пришла. И ваша последняя фраза. И много-много радости детишкам принесла. Прошлая наша встреча состоялась летом, когда мы снимали один из первых выпусков проекта о творческом пути Байгали Серкибаева. Джигетс, разумеется, были тогда на сцене вместе с А-студио. Дело было летом. Москва цвела, и мы с Байгали прогуливались по парку, с которым так много связано у группы. На сегодняшний день Джигетс – это тоже часть истории о студио. Впрочем, самостоятельная их линия развития вершится довольно лихо. Но, коль скоро жизнь состоит не только из работы, а под Новый год побаловать себя хочется особенно, начнем с приятных мелочей. Ну что, наверное, вы хотите легендарное мороженое, которое продают в Уме? Хорошая идея! Любимое лакомство всех зимних мультиперсонажей – пламбир. Ой, как красиво! Как красиво здесь! Фисташковое? Сливочное? Фисташковое? И вам какое? Словом, встреча началась по принципу «жизнь коротка, начиная с десерта». Пусть бегут неуклюжие пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непогожи, почему я веселый такой. А я играю на гармошке, у прохожих наведут, с ожеленью, день рождения только раз в году. С вами не скушен. Чем ты продолжаешь, почему ты не спал на четырех часов? Я вчера, сейчас, кстати, интересно, мы монтируем с пацанами, все мы участвуем в процессе, монтируем новое видео для нашей группы и группа «Студио». Это клип? Это, вот знаете, вот были концерты, много концертов, мы снимали бэкстейдж. Это с репетиции, кадры, это кадры, фильм о фильме мы делаем такой, знаете. Это будет все под одну песню, у нас недавно вышла песня дуэтная, называется «Прощай», может быть, слышали вы. У нас группа «Джигис» вместе с группой «Студио» записали песню на музыку Леонида Агутина, небезызвестного. Ну вот, такая вот история. Когда увидим результат, когда вы готовы? Уже совсем скоро мы увидим результат, а песня уже доступна на всех площадках, где наш друг, ему можно, кстати, об этом сказать. Кстати, это очень такая новость важная. Да, так что, так что, так что, да, да, так что песня получилась классная. Впервые мы ее исполнили в Сочи на творческом вечере Леонида Агутина. Это к тому о том, что у нас произошло нового за полтора года. Вот, так что было много разных концертов. Мы выступали и на бенефисе группы «Студио» в Сочи в этом году, в августе. И были концерты с сольной группой «Студио». И у нас, естественно, есть свой номер. Ну, в основном это связано с концертной деятельностью. Так как мы за это время успели выступить на самых крупных площадках, мы выступали и в Олимпийском на творческом вечере Леонида Агутина. Что-то у вас с Агутиным в последнее время много связано. Да? Да, поскольку Байгали очень дружат. Они между собой очень дружат, любят и уважают друг друга как коллеги. Видимо, поэтому на вот. Знаете, а все артисты, я так посмотрел сейчас, а все артисты друг у друга подружески выступают на творческих вечерах. Это такая дань уважения, знаете, музыкантам, музыканту. Поэтому сегодня мы логучно выступили. А кто знает, может быть, через некоторое время дядя Леонид к нам придет. И просто почему бы и нет. А вот смотри, если заглянуть, скажем, на 20 лет вперед, да, может быть, вы будете по-прежнему в этой жизни, может быть, каждый создадит свою сольную карьеру. И вы тоже будете ходить друг к другу на творческие вечера, выступать. Вполне возможно. Почему нет? Жизнь, как говорится, длинная и интересная. Всякое может быть. Не будем, конечно, загадывать, что нас ждет в будущем. Когда тебе самому слегка за 20 представить себя на два десятка лет впереди, наверное, непросто. И тем не менее. Да, 20 лет действительно это очень много. И напомнила мне история о том, что как-то вот 4 или 5 лет назад мы выступали у Лео Капова на творческом вечере. А, он презентовал альбом в Алма-Ате, свой первый дебютный альбом. А мы же все из фабрики звезд выходцы. И когда мы пришли как друзья его поддержать, как мы пришли к Леониду Агутину, вот как-то это было так мило и душевно. Там были друзья, и он когда сказал, пацаны, пожалуйста, спойте песню у меня. Там будет немного артистов, кто будет выступать. Но я хочу, чтобы вы спели у меня эту песню. В общем, мы пришли и выступили. Был продюсер фабрики. Это вот спустя вот, знаете, как птенцы выупились, полетели дальше своей жизнью. И вот встретились уже по работе. Вот так вот. Да-да-да. Вот времен фабрики звезд, времен, когда все начинало. Сколько лет прошло сейчас? Уже 7 лет прошло. 7 лет. Да. Не секрет, что «Джигитс» – продукт казахстанской фабрики звезд, замеченный Байгалей Серкибаевым и композитором Ренатом Гайсиным. В первый год работы коллектива в его составе выступал Али Акапов, которого позже сменил Батыржан Тазабеков. Тот прекрасно вписался в творческую семью, и без него команду теперь представить уже практически невозможно. Самый старший и самый, вероятно, серьезный участник группы «Джигитс» – Равиль Исаков. Я помню, ты и в предыдущую нашу встречу себя показывал самым серьезным. Ты семейный парень, насколько я знаю. Ага, да. Да, и у тебя поэтому уже такие установки. Ура, уже шестеро. Да, я сейчас воспитываю своих детей. Мой ребенок уже задает мне вопросы о судьбе. После песка. В 7 лет. Ты же создавал, что ты не помнишь. Нет, я же тебя хорошо помню. В 7 лет. Я катал в машине, в песочнице. Ну, конечно, я ел песок, это вспомнил. Нет, так и говорят, даже казаки говорят. Ой, да ладно, даже. Ну, там, ходили, песок глотали. А эти дети уже сидят в этих гаджетах, уже все разбираются. Даже маленькие, двух-трехлетние могут разблокировать эти гаджеты. Это айпэды всякие, телефоны. Дети уже другие, не как мы. Вам не кажется странным? Вы молодежная группа, а мы с вами тут рассуждаем о воспитании детей в смысле жизни. Вы знаете, на самом деле, язык уже не поворачивается назвать нашу группу молодежной. Потому что у нас, во-первых, аудитория, это не девочки 15 лет. Слава богу. А где-то это и как бы хотелось бы, чтобы они и были, как бы, да? Но не в этом суть-то, как бы. Я говорю о том, что наша аудитория, это такие уже зрелые ребята, которые, в принципе, аудитория, которая уже и любила, и страдала, и работает в каких-то своих сферах больше 10-15 лет. Я такой анализ сделал как-то в фейсбуке, смотрю, это уже и 40 лет ребята, и 50. Нам пишут бабушки, понимаете? Бабушки. Да, лирически. Они вспоминают свою молодость, любовь и говорят, ребята, пожалуйста, не пойте. Не надо. Но мы не сдаемся. Это свое признание, когда взрослое поколение дает свою оценку. Значит, ты не зря делаешь, но занимаешься своим делом. Потому что мы тоже по молодости фанатели от каких-то непонятных групп и артистов, которых сейчас нету, и они и не должны быть. Вот. И так стыдно, смотря свое детство, думаешь, как ты мог такое слушать? А когда уже подрастаешь, уже понимаешь что-то в музыке, уже другой вкус, другие артисты, другие группы. Алишер Егимбердеев мечет с шутками, однако глаза выдают парня. Работу он ведет сразу по нескольким фронтам. Песни, монтаж, видео. И соцсети команды тоже контролирует Алишер. Ну, так как я веду, наверное, страничку группы Джигитс, наверное, иногда, как-то я больше связан с этим, наверное. Пацаны нет-нет подключаются тоже иногда, и мы так-то друг друга дополняем. Потому что нам интереснее вести, мы хотели нанять человека, но нам интереснее было вести самим эту всю историю. Потому что, чтобы это было беспрекрас, неумело и бесталанно. Но по-настоящему. В общем, прямой эфир мы устроили прямо со съемок. Видео тут же пошло в Инстаграм. Друзья, всем привет! Мы прием в эфире, да? Да. Супер. Друзья, стоп... Параба прайд наши сегодня в Москве вместе с группой Джигитс. Все здесь, всех узнали, все красавцы. Друзья, сто лет не выходили в эфир, настало время с вами пообщаться из Инстаграм. Вы готовы? А мы нет. Мы сейчас находимся в Губе, так что у нас есть буквально 3-4 минуты, чтобы с вами поболтать. Задавайте вопросы. Да, мы сейчас шоппинг совершим. Слушайте песню нашу новую, друзья, «Прощай» вместе с группой А-студио, которая находится уже в сети во всех площадках. Я знаю, вы уже послушали, но мы еще расскажем. И в этом эфире прямо сейчас. Прощай. Припев. Прощай. За облаками звезды Было бы слишком просто Просто сказать прощай, прощай Снег на ресницах тает Что-то сказать мешает Просто сказать прощай Ребят, любим, ценим. До скорых встреч. Плако с вами. Как не хмурилась погода, на прогулку по городу мы все же отважились. Здесь тоже во всю новогоднюю? Да, готовятся к Новому году, ярмарку устанавливают. Каждый год тут вкусности такие, знаете, от вкусных чаев до пряников, до хороводов. В общем, будет весело. С блинами, с бубликами. Балалайки, кармашки. На масленицу чучело сжигают. Ну это надо. Масленицу еще прийти, да. Масленицу еще до нее доживем, давай. Сначала Новый год. С этим Новый год, да. Коток и все дела. Да, так что... Красная площадь тоже оказалась охвачена предновогодней кутерьмой. Для полноты картины только снежка не хватало. В какой музыке вы росли и кто ваши любимые артисты? Были и на сегодняшний день не удивляются, там, вкусы могут меняться уже с возрастом, с годами? Да, я, например, меломан, мне нравятся все жанры. Я, как бы, начиная от простой попсы, там, рэпом и классической музыки слушал все, что мне нравилось, да, я то и ставил. Да. А ты на чем рос? Я рос на группе «Абба», на Уитни Хьюстон и на Майкла Джексоне. То есть самое мелодичное. Самое мелодичное, что могло быть вообще, вот, мне так повезло в жизни, если честно, это без шуток, потому что я благодарен своим родителям за их музыкальные вкусовые рецепторы, которые в машине у меня с детства играли. Знаете, я вот впитывал всю эту историю, мне очень нравилось это. И этот мелодизм для меня всегда был в приоритете и остается. Я тоже всегда любила этих артистов. Да. А у тебя, Бадр, ты на чем рос? Ну, в детстве у меня папа любил шансон. Бадр, рос, насти, ой. Я не мог, как бы, не слушать шансон, потому что в детстве всегда по утрам папа ставил, днем, вечером, queen. Классический рок в начале был. Потом как-то, когда я начал уже расти-расти, больше мне нравился Стиву Андер, это Андрея Бачелли, по сей день остается просто эталоном для меня. Вот как-то так. Ну, естественно, многие... Шансон, иногда знаете, иногда знаете, ретро. Бывает же ретро-вечера, и многие 80-е там слышат песни из 90-х. А я когда шансон слышу, для меня это как, знаете, вот такой крик из детства. Привет! Кстати, я тоже нужен сон Олегом Митяевым, я очень, опять же, благодаря родителям, да. Вот у него очень классные тексты, и у него такая душа в его музыке очень прекрасная, широкая, русская. Мне это нравится тоже. У меня папа все мое детство прослушал «Ди Перпл» и «Пинг Слойт». В машине постоянно мы едем, и тяжелая, знаете, это роковая музыка, эти гитарные партии. Какую бы историю из детства не припомнили ребята, все так или иначе о музыке. Один был такой случай, наверное, не короткая такая история, я попытаюсь быстро рассказать. Это когда собирались родственники и пели песню там, одну, вторую, третью, четвертую. И они постоянно, я так подглядывал, мне было интересно, что происходит там. И они постоянно пели одну и ту же песню, и на ней плакали. И все думаю, почему они затихают на третьей, четвертой строчке. Смотрю, и они, оказывается, там такие слова у тебя служат, сразу моя песня. Я все думаю, почему не перескакнуть через эту песню и не пойти дальше петь. Я смотрю, и они сюда пытаются, пытаются, так и они не допели эту песню. Хорошо, жизнь, но не допели эту песню. Вот для меня это был смешный момент. Я думаю, почему они себя так мучают? Неужели они заперескакнут? О доме ребята вспоминают и рассказывают с удовольствием. Казахстан по-прежнему для них родной. Семейные какие-то, наверное, больше истории. Мы все скучаем по дому, я думаю, будет очень долго. Потом мы как-нибудь за чаще кофе расскажем вам все истории обязательно. А так, самое запамятное, это, конечно, родители, это мои две родные сестры. Это вот время, проведенное с ними. Так что, пользуясь случаем, большой привет. Передавай, пользуйся. Я уже воспользовался. По именам. Ребята. Ой, ребят, Кама, Мария, мама, папа. Любим вас. Передаем привет. Посмотрите, где мы находимся. Это историческое место, Красная площадь. Сколько это место видело судеб, жизней. И сегодня на ней стоим мы с пацанами. Так что, скучаем вам и передаем привет. Ждите нас. И мы вернемся. Мне было лет 11. Мы с родителями поехали отдыхать на Иссыкуль. Есть такое озеро. Замечательно очень. В соседней стране нашей. И там, знаете, раньше, в те времена были очень хорошо развитые караоке. Ставили прям телевизор на улице, колонки. И все пели. И у нас там на курорте было такое караоке. И все вечером после купания, всех там после ужинов собирались и пели. И так получилось, что меня попросили спеть. А я в 11 лет серьезно это не воспринимал. Думаю, ну спою. Выбрали песню мне группы Иванушек Интернешнл «Колечко». И я спел так, что собрался просто вообще весь пациент, люди вышли. И после всего, например, дней 10 там были, после 10 дней вот все люди, которые там отдыхали, они со мной здоровались и просили меня спеть «Колечко» после ужина. То есть ты в последующие дни, ты каждый вечер пел «Колечко» для всех? Я пел каждый день «Колечко» и собирал просто огромные толки людей. А это все монетизировалось? Это был первый соундаун и вы. У него потом тур был по пансионатам. И вы знаете, так интересно. У меня вот был как раз еще не сломанный голос в плане того, что переходный. У него еще был как бы детский голос, да, и я вот этим детским голосочком. «Колечко, колечко, колцо». Я смотрю, люди реально собираются, им меня жалко, по-моему, урочек. Московская история наших джигитов началась относительно недавно, в 2015 году. Срок немалый и сделано за этот период многое. Вы себя чувствуете москвичами или все еще приезжими ребятами? Да нет, все-таки, наверное, приезжими ребятами мы себя чувствуем. Конечно. Да, это нужно, наверное, и один век здесь прожить, чтобы... ...чем, так называемый. А потом, где и нету такой цели, быть там местными ребятами. То есть вы все равно остаетесь в Казахстане? Да, конечно. Так что это пришла в голову одна строчка из песни, как пели мои знакомые музыканты. Группа «Пахнет салом» называется. «Хочешь смеяться, смейся, хочешь кричать, кричи. Все мы гости столицы, не только бомжи здесь москвичи». Вот это очень такая, знаешь, сатира такая нынешних дней. Философская. Да, что-то в этом есть такое правдивое. Я бы не думала, что мы вместе с Грузией. Так что все мы гости до сих пор и не знаем. Все мы гости на этой земле. Это в этом мире, это понятно, да. Окей. Да. Так и запишем. Лучше будем проводить рейустроги ночью, пока. Богатое воображение – часть творчества. Могут ли парни представить себя людьми, живущими, скажем, совсем в другую эпоху? А вот, кстати, если бы вы жили, скажем, пару веков назад. Да. А можете себе представить, кем бы вы были тогда, чем-то снимали? Здесь сразу тогда еще не было. Музыкантами были. Там были шуты. Музыкантами? Ну тогда пришлось бы быть, наверное, какими-то бродячими музыкантами. Ну почему, не обязательно. Может быть, мы были бы придворными. При царе. Обязательно. Как говорится, шутами были бы, наверное. Ну, конечно, сложно сейчас судить, не знаю, кем бы мы были в 18 веке, да? Шуты – это не музыканты. Ручевые люди при дворе, они могли ту или иную информацию подать очень правильно, не указательным тоном, а таким. Ну как, не назидали они это все? А ведь где-то по сути все и осталось в наших, своего рода, как бы это в профессии сохранилось. Она немножко, конечно, прогрессировала, как нынче говорят там, да? Да, но у нас цель одна – веселить народ, развлекать, на эмоции играть. Так что, я думаю, в целом это у нас роль шута, скажем так, как бы это обидно не звучало. Однако суровая погода все-таки загнала нас в теплое помещение. Скажем прямо, гулять по улице в конце ноября в Москве – идея так себе. Вести беседы за чашкой чая куда приятнее. Вот говорили сегодня, о чем вы мечтаете и так далее. Есть у вас площадка, на которой вы мечтали выступить? Вот такая, на которой вы еще думали. В Олимпийском вы уже звучали, так? Да. Ну, хотелось бы теперь, конечно, свой концерт. Там же. Выступать выступали, да, вот хотелось бы именно вот наш концерт. В качестве гостей, конечно, мы были, да, везде, много где. Возвратить, было бы знаково вернуться в Алмату, где-то в дворце может быть. Даже не такая большая площадка, какая-то такая знаково-алматинская площадка. И там дать концерт. Чтобы пришли друзья, родственники, зрители, фанаты, скажем так. То есть родители. Не важно, большая, маленькая, 115 человек на 115, на 2000. Мне кажется, в Алмате обязательно мы должны вернуть сюда и там их сделать. Мне кажется, надо поставить цели. Обязательно, обязательно. Цели есть. Более вас знают там, любят, любят. Мы идем к этому. Изначально мы идем к этой цели, чтобы дать... Конечно, каждый артист, у каждого есть цель, дать свою свою красоту. Это же первостепенная такая цель, мечта, заветная. Думаю, у нас должно получиться. Мы не спускаем руки, мы не даемся. То есть неважно, как далеко ты уехал от дома, ты рано или поздно сюда возвращаешься. Все пути ведут домой. Я вот очень скучаю по Алмате. Корни-то свою кровушку-то ее зовет. Но это все понятно. А вот здесь вот тоже нужно добиться успеха. Обязательно. В этой стране, в этой необъятности, в этой полной возможности. И много людей, которые могут свою музыку принимать. Нужно им донести эту музыку. Этим мы сейчас занимаемся. Как видно, главные мечты и чаяния по-прежнему связаны с родным городом и публикой этого города. Кстати, первое название группы было довольно забавным. Матозалка Бойс. Не знаю, как вам, а мне название Деджигитс больше по вкусу. Внезапно в беседе мне будто бы приоткрылась истина. Отчего так славно у наших юных джигитов строится работа с мэтрами, такими как Серкибаев, Агутин и другими. Есть у ребят какое-то внутреннее чувство. Вкус на музыку проверенную, качественную. Раньше приема писалась мелодия. Прежде всего, даже советскую музыку посмотреть. Там все на мелодии. На словах, на мелодии. А сейчас? Сейчас время продакшн. Время спродюсирования, офигенного. Какой-то фишки одной ради катуры. Аранжировки классные. Да, ради катуры. Это песни с хитом. Какой-то плейбыш инструментальный. Слова могут быть просто танцуй-танцуй, верти попой, извиняюсь. Все, это станет хитом, потому что сейчас время поменялось. И так далее, и так далее, и так далее. Ну, так что, иногда я слушаю музыку. Я люблю, например, с легким паром, вроде судьбы композитора Теревердиева, например. Я переслушиваю иногда, и просто кайфую настолько, и какая композиторская вся эта часть. Просто думаешь, а если бы я там живу, как бы это было? Я недавно, кстати, был в доме композиторов. Здесь? Да, в том самом, где были зарегистрированы те самые вышеупомянутые композиторы. И как впечатления твои? Классно. Там, знаете, все осталось в советском духе. Все картины. Даже секретарь, который на протяжении 55 лет, ну и просто товарищ, он ее знает, который от всех знал лично, а до сих пор там работает. Заходишь, везде вот эти портреты Рахманинова, там, Кейковский, везде истории Теревердиев, там, и так далее, и так далее. Это очень интересно, ты пропитываешься всей этой историей. Думаешь, надо же, как круто. Ты кайфуешь просто такое состояние, это атмосфера, и итальянская мелодия играет. Вот так. Все к одному. С ней не встречать уже рассветы никогда. С ней тихо подняли от счастья небеса. Сердце о ней спросит вновь и вновь. Есть мечты, которые сразу не только с нами. Да, да. Нужно развиваться, нужно путешествовать, развиваться на свой кругозор, смотреть, как люди живут в страны, путешествовать. Только в путешествии можно быть счастливым, где-то понимаете. Одно из таких мнений. Обязательно уделять время на путешествия и тратить гонорары надо на путешествия. Не жалеть денег? И на разных путешествиях, и на близких. Пожалуй, предновогодняя пора – самое подходящее время для того, чтобы вслух говорить о мечтах и загадывать желания. Конечно же, я желаю нашим землякам, чтобы их мечты о большом сольном концерте в Алматы сбылись. Но и Москва по-прежнему была к ним благосклонна. И самые тайные желания – те, что остались невысказанными, пусть сбудутся тоже. И у них, и у вас. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok